Куда исчезла грузоплое Солнца в Атлантиде? Дело в том, что я уже показывала свою схему восьмёрку. Вы её знаете, моя схема восьмёрка? Это был четвёртый уровень цивилизации. А четвёртый уровень цивилизации, сейчас я вам покажу, сейчас пятый уровень, пятая точка самой нише, он стоял совершенно в другом измерении. В том измерении, в котором ныне будет находиться наша планета и Солнечная система, когда перейдёт в шестую расу. То есть опять поменяется спектр, но светила будут уже другие, всё будет другое, космос весь обновится планетарный. Вместе с телами человеческими, с растительным миром, всё поменяется на октаву выше, а у каждой октавы ещё семь октав. То есть семёрка — семь семёрок. И начнут уровни постепенно открываться. Вот он, этот четвёртый уровень, уровень Атлантиды. И посему и спектр был такой, неоновый. Называли неоновое солнце, неоновое племя, одухотворённое. И видение было совершенно другое, совершенно другие краски, цвета. Хоть на небе оно так как бы и стояло, вот это всё такое, как бы как аура такая была неоновая, но зрение было совершенно другое. То есть можно было видеть как бы и со спины, и всё. Почему были даны способности и летать, и вот изображают же с крыльями. И Тесида, она всегда с крыльями, потому что как раз и приходила, ей ещё были открыты эти возможности. Потом по мере нисхождения в самый низ всё закрывалось. Она ещё пришла в этих волшебных качествах, а потом всё это и пропало. И даже в Писаниях сказано, что когда вот откровение Анна Богослова, когда дракон был низвержен на землю, он начал преследовать жену. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню от лица змея и питалась там на протяжении 1260 дней, в течение времени, времён и полвремени. То есть как ни образ Исиды представить с крыльями. То есть речь идёт о матери, которая явится, и которая будет угнетена вот этим змеем, ложью. А это же его сподручные запустили, вот эти все гонения. Иными бы словами, уже за этот период люди бы уже озолотились бы светом, познали бы знания, мир бы изменился, не докатился бы до такого плачевного состояния. Вот пришлось вот это всё пережить. И, кстати, что интересно, даже 1260 библейских дней, вначале я их прошла сетом от 1990 года до заключения в 1993 году, 10 ноября. Получается 1260 библейских дней, раз, один период. Потом представьте следующий период, 1260 библейских дней, время моего нахождения в темнице. То есть можно это назвать пустыней, в которой я пробыла, потому что действительно была пустыня. Докричаться было невозможно, а те, которые со мной и находились, всё равно они были очень сильно кармические. Ну как сказать, не давал ли их грехи им всё это воспринимать как надо? Убийцы, наркоманы, у которых мозги полностью вывернуты наизнанку. Но я и их вела как могла, но из них мало кто всё-таки воспринимал. Потому что они примут, а потом придёт этот опер, напугает их чем-то, и они все отворачиваются. Или за что-то их можно было сразу же там купить. Им принесут пачку сигарет, и они уже придают. Вот такие вот эти люди. Потому что наркотики это специально запустили в этот мир, чтобы разложить сознание человека, молодёжь. Это убийственная, можно сказать, сила, которая внедрилась в этот мир, чтобы увлечь миллионы, миллионов молодых людей особенно. Поэтому думающие, осознающие, нужно спасать этот мир. Нужно оберечь своих ближних, детей своих, родных, близких. Если даже это вы сделаете, вы уже мне поможете совершить мою глобальную задачу по спасению всей нашей Вселенной, не только планеты Земля. Потому что как только Земля освободится от этих рептилий, вздохнёт вся Вселенная, откроются просторы, можно будет перемещаться в наши сферы. И Сириус посещать, и Орион, не говоря уже о сфере Духа, о Царствах Света. Потому что это всё многосложные пространства. И это всё наступит, я знаю. Очень скоро мы ждём этого часа. Но надо ещё вот победить эту тьму. А как её победить? Собрать надо всех. Потому что я всё сделала, осталось только вот племя это наше увидеть, знать, что уже всё, есть перевес этой силы зла. И тогда можно полностью освобождаться от этой миссии и идти по свояси, как говорится. А так нас ничего в этом мире не держит. Это не наш сегодня мир. Здесь нет нам места, мы тут гости. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...